И всем привет, ребят, с вами Сервак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашей мини-игре, сегодня у нас стартовала новая мини-игра, и сегодня мы будем делать в ней первые шаги, будем проходить её, тратить все абсолютно кристаллы, которые у нас накопились на сегодняшний момент времени, ну и посмотрим, докуда мне удастся дойти. И дальше мы уже постараемся сегодня-завтра выполнить все супермиссии, которые дают нам дополнительные как раз-таки пряники, ну и тоже это всё дело вложим по максимальному, поэтому если вам нравятся подобного рода видосы и вы хотели бы увидеть по мини-игре как можно скорее новый видеоролик, давайте постараемся набрать на этом видосе 150 лайков, ну и также, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такток ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании, ну и также, конечно, на канал не забывайте подписываться. Открываем нашу мини-игру, 8 лямов 300 тысяч кристаллов мне даст возможность приобрести где-то порядка, где-то порядка, наверное, 30 ходов, может быть даже больше, посмотрим сколько нам хватит. Спецушки у нас вот в таком виде имеются, лучше всего покупать как раз-таки за кристаллы эти пряники, я просто смотрю сколько стоит в танкоинах, 2000 танкоинов стоит 15 пряников, но это крайне дорого, если честно, поэтому по кристаллам выглядит неплохо. Это те самые ивенты и мини-игры, в которых мне на основном аккаунте везло, надеюсь, что в этой мини-игре мне тоже повезет и мы вместе с вами сделаем супер жесткую проходочку сегодня. Это получается, грубо говоря, я открою столько же, сколько, ну вернее не то, что открою, а пройду, сколько нам хватает получить с супермиссий. По 30 там получается, сколько у нас, 7 миссий, 7 по 30 это 210, ну и здесь у меня где-то, наверное, около этого же количества и будет. Так, смотрим, потратили мы вместе с вами 8 миллионов, 270, да, грубо, практически то же самое, 27 ходов у нас есть за 27 ходов, ну если повезет, то удастся, я думаю, что далеко долететь, мне больше нравится, намного больше нравится именно вот эта мини-игра, потому что здесь четко видно, где тебя может откинуть, где тебя может не откидывать, через какую ты уже метеорку перелетел, перелетел, поэтому давайте не будем ничего затягивать, ну и будем уже проходить и смотреть. Первый, понятно, дефолт, ну и дальше уже надеемся на удачу, первая плюс двоечка сразу, отлично, отлично, плюс 1, надо, чтобы вот здесь вот как раз таки у нас полет начинался очень хорошо, а он начинается великолепно, и главное, чтобы меня на первых метеоритах не откинуло, потому что если меня еще и на первых откинет, ох, еще плюс двоечка, хорошо, я смотрю, что у нас ключи здесь фармятся, к слову, в этом ивенте у нас убрали танкойны, полностью убрали танкойны, и это довольно офигеть. Меня сразу на первые же откинуло, сразу на первые же откинуло, офигеть, я в шоке. Убрали полностью танкойны, и это, конечно, максимально грустно, это явно не то, что я бы хотел бы видеть в рамках таких мини-игр, я бы хотел видеть фарм, но если меня еще и на втором метеорите сегодня откинет, то это будет, конечно, максимально неприятная тема. Плюс троечка, очень много плюс 1, это очень плохо, если честно, ох, перелет с плюс тройкой, хорошо, хоть здесь мне немножечко повезло. Так, ну и первый круг мы завершаем, 18, 18 чекпоинт, 16 ходов, 5 ключей ультра, 5 обычных ключей, 5 тысяч кристаллов и по 200 и 100 здесь припасов. В целом, наверное, ну не супер круто, да, могло бы быть и получше. Так, а что у нас со следующего чекпоинта? С следующего чекпоинта у нас гаусс с поджогом, гаусс с поджогом у нас имеется. Надо сегодня постараться по максимуму заданки, я так думаю, затушить. Плюс двоечка, отлично, отлично, плюс 1 сразу на продленочку, хорошо. Здесь уже по 3, кстати, ключа дают, но это обычного ключа, если бы здесь были бы еще необычные. Надо перелетку, перелетку, перелететь как-то этот метеорит, как-то перелететь, либо наступить и чтоб меня не откинуло, но тут уже по плюс 1 чисто дает. Откидывает, не откидывает, откидывает сразу. Два раза наступил и два раза меня откинул, офигеть. Плюс двоечка возвращает меня в игру, плюс единичка, плюс единичка и плюс двоечка. Итого, двадцать седьмой ход, двадцать седьмая клетка. Получается у нас один к одному я иду, и если мне так будет везти, ну как везти, я бы сказал, что мне не везет, потому что два раза уже откинуло, это много. То, скорее всего, мы даже и далеко и не уйдем в этой мини-игре. Здесь у нас из интересного все начинается, по сути, только с... Ну, четвертый чекпоинт, вот это вот интересное устройство, которое я бы хотел бы получить. Дальше гаусс пульсар, гаусс подавок, а будто мне особо и не надо. Ну, здесь фриз айс, фриз айс было бы, конечно, круто. Так, и у нас с третьего чекпоинта уже с этого, да, шесть ультра и двенадцать обычных ключей. Ну, тоже не сказать, что много, но если судить с точки зрения халявы, да, то есть, ну, на халяву там сколько получается, где-то около двадцати, наверное, будет ультра. Ну, тоже как бы не такие прям какие-то космические цифры, но как прохождение, как дополнительный бонус, наверное, неплохо. Но самое главное, самое главное, что было в этой мини-игре, это танкойны. А танкойны убрали. Поэтому я вчера этот момент не заметил, сказал, что неплохо можно будет фармить, но весь фарм в таких мини-играх заключается именно в танкойнах. То есть, это, по сути, халявные танкойны, которые можно было отсюда забирать на бездонатных аккаунтах, да, без никаких абсолютно вложений. То есть, ты выполнил заданки, выполняешь ежедневки каждый день, и потом по итогу лутаешь там сотку, сто пятьдесятку, где-то около этого количества танкойнов. Сейчас же танкойны убрали, и, по сути, весь вкуснейший фарм для бездоната тоже был убран. Поэтому в рамках этой мини-игры у нас есть очередная скамовая темочка от Ореха, и в этом плане у нас ничего не меняется. Какой-то скамовый год у нас заканчивается на скаме, да, потому что, по сути, это, ну, как бы завершающая мини-игра 2023 года, и еще и скамовая мини-игра у нас появляется. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу этой мини-игры. Согласны ли вы с моей точки зрения, что без танкойнов эта мини-игра уже теряет тот самый пыл и интерес для бездонатов? Пишите, что вы думаете по поводу устройств, как у вас складывается эта мини-игра. Ну, и проявляйте активность, чтобы я уже завтра выложил новый видеоролик с прохождением этой мини-игры. Так как, ну, хотелось бы дойти хотя бы до третьего-четвертого чекпоинта, чтобы залутать устройство и уже затестить, что же нам интересного здесь предлагают. Так, поэтому проявляйте максимальную активность, поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.